МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» подвело выники минулого и вызначило планы на этот год. Пленум отбылся в Палаце творчества детей и молодых. Вся рот удельников – представники улады и громадских организаций, которые сопротивляют с фондом «Миру». Под обязанностями – Володая Ганна Ковалева. Дорогами спаленных вёсок, «Дитя Миру», «Дорогое слово Мама», международный лагерь «Крынишка», аналога, у якому нема во всей Украине. Усяго в минулом году на Гомельшине прошло больше как 100 миротворчих мероприемствов. Головные паде и выники года на пленуме областного отделения агучу уехать старшиня Тимофей Глушаков. Если говорить о международном сотрудничестве, оно у нас очень широко. И ежегодно что-то получается новое. Вот в прошлом году, кроме того, что мы приглашаем наших друзей с России на наши мероприятия и в лагеря дружбы, в прошлом году наши миротворцы ездили уже в Орловскую область, в лагерь мира и дружбы. Уже завязалась дружба. И в целом наша школа, 27-я школа мира, имеет пять соглашений с российскими школами мира. Ветераны Великой Айчины войны, воины-интернационалисты, переселенцы с горячих кропок, шмадзетные семьи, Гомельское отделение не мкнется оказать ему тереальную подрымку тем, кто опынулся в складанной ситуации. А кроме того, с на годы 75-й годовины, с початку Великой Айчины войны, фонд накировал 36 тысяч рублей на реконструкцию и доброупорадкование мемориальных комплексов и братских похований. Все летнее мы это протягнуть реализацию и сноучных проектов и закластья подморок супрационництва с новыми партнерами, які подрымливают деяность миротворцев. Церковь всех призывает, чтобы жить в мире, чтобы друг на друга мы никогда не поднимали руки, чтобы мы не озлоблялись. Если в нашем сердце будет любовь, уважение, то будет и мир между народами, между государствами. И хочется пожелать, чтобы как больше людей понимали это и принимали в этом участие. Про витальный адрес у Гомель на кирова у старшиня правления белорусского фонда «Миру» Максим Месько республиканское кировничество отзначило, что Гомельское отделение на первших позициях Украины по прационным, патриотичным и миротворшим выхований молодого поколения. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Лютый подтвердил звание одного из самых холодных месяцев. Усяму виной антициклон «Эрыка». В связи с мостными морозами держа-аутоинспекция рекомендует водителям проявлять осторожность. Особливо, это тышится у владельников дизельного аутотранспорта. Тим, кто оказался в складанных умовах, на дороге сегодня оказывали допомогу супрацовники червоного крыжа и ДАИ. Яны пропоновали водителям горячую горбату. Некоторые отримали у подарунок теплые пледы. Пожалуйста, горячий чай и согрейтесь в дороге, чтобы вам было тепло. И вот такая вот листовочка еще, как оказывать первую помощь при обморожении и что делать для того, чтобы обморожение не наступило. Эта акция у нас не разовая. Вообще мы оказываем помощь во время сильных морозов по всей Гомельской области. У нас на территории Гомельской области работает 18 пунктов обогрева, которые развернуты на базах районных организаций Красного Креста. У ближайшие два дни морозное надворье заховается, очекается до минус 15 в день и минус 24 в ночи. Потеплее на выходных. По попередних прогнозах весна селита будет позднее. До инших тем гомельские химики-самовушки варили метамфетамины, забеспечивали им весь регион. Нарколабораторию закрыли правооховники. Криминальный дуэт працевал у подвале приватного дома в Новобелецком районе. Машины достали колбы, реактивы и противогазы и запустили вытворшись. Сами же занимались реализацией. При этом выконывали конспирацию и максимальные меры застароги. Химию не продавали только по предварительному звонку проверенного заказчика. Но, несмотря на все меры предосторожности и конспирацию, ночью с 4 на 5 февраля сотрудниками областной госавтоинспекции был остановлен автомобиль Ауди. В ходе осмотра данного автотранспорта был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом. Данное вещество было направлено на экспертизу судебным экспертом. Другого делка наркоконтроль при поддержке бойцов от Рады милиции особого призначения затримал на улице Пушкина. У него знали и конфисковали невеликий пакетик с наркотичным речевом, массой крыку меньше за 1 грамм. Нам было поручено проведение днеочередной экспертизы. В ходе проведенного исследования установлено, что представленный объект содержит особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях – амфетамин. Подчас в обыску в доме по месту жихарства одного с затриманных в подвальном помешкании оперативники знайшли и конфисковали бутыльки из ватной кислотой, шклянные колбы, электроплитку, канистры с прокурсорами. В доме находился и готовый наркотик. У одной сеных до ободвого гамельчана сбудженная криминальная справа. Протягиваем выпуск «Уникальные товары и речи», «Цековые факты» из истории продуктов и усе особливости их вытворшести. Сегодня у эфира телеканала «Беларусь-Шатыры» стартует новый сезон программы «Знак якости». Телепроекты знакомят глядачов за ячинным продуктом на прикладе предприемства Гомельшины. От харчовой и легкой промысловости до машинобудовництва и высокотехнологичной вытворшести. У первого выпуска программы корреспонденты завитали на одно со старейших предприемств «Молочные галины Беларуси», «Рогачевский молочно-консервовый комбинат». Назва этого предприемства у многих выкликая ассоциации со сгущенным молоком, тем самым смаком взятинства. Однако сегодня ассортимент комбината наличивает до 100 видов продукции. Глядячи отримают вмогчимость побывать на своей особенной телеэкскурсии по предприемстве, поназирают за тем, как робится пастеризованное молоко и доведаются об некоторых сокретах вытворшести. Глядячи программу «Знак якости» сегодня у 20.50 на телеканале «Беларусь-Шатыра». Сегодня в регионе прошел первый один день пассажира. Гомеля был аутотранс ставить метой, вывучить за уваги пассажиров и больше оперативно реаговать на их. Олег Сентяров доведался, какие меры по удосконалению работы громадского транспорта пропануют гомельчане. У 6-м Гомельским автобусном парку этот день от инших принципов ничем не отрознивается. Невеликая частка машин находится на профилактичном ремонте. Большаясь автобусов на маршрутах у администрации кажут, что некие спречные моменты, относенных с пассажирами, безумно возникают. Але и водители, и кондукторы повинны вырешать их максимально тактично. Причем самая великая увага надается без специй руху, особливо у зимового периода. Дополнительно перед зимой мы проводим осенне-зимние инструктажи с водителями по работе, то есть соблюдение скоростных режимов, соблюдение обстановки на дороге, то есть принимать какие-то экстренные меры водитель должен. Самая великая по протяглости автобусного маршрута у Гомеля номер 17, 18 и 20 на проходжение приклада 25 километров отводится 140 хвилин. Некоторые гомельчане с оправдой проводят в громадском транспорте значенную частку своего життя, а тому пытание комфорту не на опошнем месте, да и относины до их сбоку кондукторов и водителям так само мают значение. До речи, для минимизации колькости конфликтных ситуаций на всех городских автобусах зараз выкористовываются видеорегистраторы, а частка машин до того же отцелеванной системы видеоназирания за салоном. Только 6-й гомельчане автопарк, что год перевозить 7 миллионов пассажиров. Для пора унания 25 годов тому, когда предпринимство створалось, эта лечба была в 20 разов меньше. Не глядя, что назначенный рост колькости приватных авто, громадский транспорт в районнейшем застается вельми за потребованием. В целом, по акционерному товариству «Гомель Абл-Аутотранс» эта лечба еще больше. Только за минулый год тут перевезено свыше 190 миллионов человек. Проводимый предпринимством один день пассажира, это еще одна махчимость высохать заваги жахаров региона и вынику необходности принять адекватные меры реагования. Не глядя, что на тое, что початок промой телефонной линии был запланован на 14 годин. Первые звонки у «Гомель Абл-Аутотрансе» почали принимать практически с самой ранницы. Некто скаржится на незручные маршруты. Приходится робить по некаким пересадок, а это додатковые затраты часу и сродков, некого не задавляя места находжения припынков громадского транспорта. Сярут огученных проблем так само, недохоп месту у автобусах у так званый годинный пик, не застаются паза увагой и новоувядения на контобовязковой оплаты багажа. Условия, касаемые перевозки ручной клади, эта тема есть, она пока существует. Значит, люди, кроме того, обращаются, уточняют какие-то нюансы по расписанию движения, потому что все-таки движение, расписание есть, оно меняется, опять же, по просьбам самих же людей. Вопрос остается в обновлении подвижного состава, потому что он у нас, понятное дело, стареет, а в последние годы есть проблема с обновлением. Действительно, эта проблема есть. Поэтому мы над этой темой работаем. И вот, я уже говорил, в прошлом году купили средние вместимости за счет собственных ресурсов 10 машин, 10 автобусов. Практика проведения одного дня пассажира протягнется каждую другую сираду месяца с 14 до 17 годин в уголовном офисе и во всех филиалах предприемства будут проводиться гарачи телефонные линии, а так самый особистый прием граждан. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня означается День юного героя антифашиста. До проведения памятных мероприемств доучился и наш регион. Традиция отдавать данину памяти маленьким солдатам, многие из которых стали героями посмяротно, оказалась близкой с участным школьникам. Гомельские пионеры, как принять уделу, диалогу «Дети войны», пришли в областный музей военной славы. Тут своими непростыми успоминами из ими поделились у дельники военных падей. Вы знаете, День юного героя антифашиста это традиционный день для пионеров Беларуси. И пионеры ежедневно делают дела, проводят поисково-исследовательские работы по увековечиванию памяти. Чтобы не повторились моменты истории, ее нужно знать. Нужно уважать тот огромный подвиг, который совершили их деды, прадеды во имя победы, во имя будущего нашей страны. Одногодки сегодняшних подлетков воевали на ровне с дорослыми. Гомельчанин Борис Цараков у 15 годов долучился до военных дейняв, а у 17 стал героем Советского Союза. Зараз ягоймя носить одна звули с города. После завершения диалога у музея пионеры смогли ознайомиться с историчными артефактами. Дети приходят, мы бываем в образовательных учреждениях. Мы же привозим туда совсем мало наших музейных предметов. А здесь у них есть возможность, так сказать, и поговорить о героях, и пройти, посмотреть, увидеть героев не только детей, и взрослых, и всех. И, в общем-то, это дань уважения нашим поколениям, которые принесли нам победу. Артисты студии циркового мастерства «Арена» триумфально выступили на Международном юнацком фестивале «Новое поколение» у Монте-Карло. Мы заранее, как и другий годзапар представляли нашу краину на престижном форуме, привезли на родиму серебряного юниора и специальный приз глядацких симпатий. Первые эмоции уражены от поспеха, а так само планы на будущее, у материаля Дмитрия Котова. Яны выглядают стомленными, а лепрыгэтым и вельми счастливыми. Веселые усмешки и узнагороды в руках, як подтверждение, что у Монако съездили нездарма. Однако шлях на цирковый пьеды стал не был простым. Подрыхтовка до фестивалю такого узровня – это штуденные напруженные тренировки. Нумер потребовал, кроме высокого мастерства, так само складанного техничного обсталявания. Было очень много проблем с нашим багажом, потому что это транспортировка большого груза, и это всегда какими-то сложностями возникают сложности. У нас немножко были повреждения именно на реквизице, но благодаря нашему технику, он потрясающий человек, Паша, он нас выручал постоянно. У Дельничелю фестиваля артисты другий год за пар. До речи, я не первый из беларусов, кто трапил на самый престижный сусветный форум циркового мастерства. Быть сирот конкурсантов уже удача. Этот фестиваль можно поравнать с олимпийскими гульнями. Я летела второй раз, и во время полета я вспоминала моменты с прошлого года. Вспоминала цирк, и когда я приехала туда, мне показалось, что я оттуда даже и не уезжала. Да, мы волновались очень сильно. Мы, с одной стороны, понимали, что мы сильные, что мы достойны места, а с другой стороны, мы понимали, что это самый лучший конкурс в мире. Он очень... конкурентность там очень большая. Летость поветренные гимнасты отримали у Монако три специальные призы. Все лето мазырани представили номер канатаходцев, який выполнили пятер артистов. Дети поставили себе цель выиграть, и мы, естественно, тоже, потому что мы понимали, что уровень сегодня этого номера превзошел даже наши сами ожидания. То есть дети настроились очень серьезно, и свою задачу они выполнили просто превосходно. Артисты смогли уразить не только членов журы, а и просто их глядач-шоу. А кроме серебренного юниора, и они так само отримали приз глядацких симпатий. Перед шоу в зале объявили, что на ваших креслах лежат маленькие билетики, для того, чтобы каждый зритель понравившийся номер помечал там галочкой первое, второе, третье место. Кому вы заслуживаете? Мы этого не знали, потому что видели, конечно, что присутствуют эти таблички лежат. На все это в зале 3000 мест. Представьте, что это такое. После такого феерычного поспеха юные артисты заслужили отпочинок. Однако тренировок вернутся совсем худко. Напереди еще больше амбицийные планы. Вернутся просто два года в Монте-Карло, а у жены с поборництва сирот дорослых артистов. Профессийный узровень дозволяет заработать, это уже сейчас, но не взрослый. По регламенту, 70% артистов в составе труппы должно быть не меньше, как 23 года. А там у арены, когда застается удосконаливать свое мастерство и идти до новой вершины. Дмитрий Котов, Александр Харлампа, у телерадиокомпания «Гомель» с Мазыра. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tivergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи в эфире.